Горенова Анна Это рамки стереотипов, это то, что позволяет нам расти. Однако палка в двух концах иногда за это же самое нас осуждают и считают сумасшедшими. И сегодня мы будем обсуждать неоднозначные вещи. Здравствуйте, в эфире программа «Произнанку» и с вами я, Юрий Толочко. В гостях у меня психолог, нумеролог Анна Горюнова. Аня, как известно, у каждого человека есть своя шиза. Ну, в хорошем смысле этого слова, да? А в чем выражается твоя шиза? Юр, ну ты, если честно, такую интересную тему, конечно, поднял. Моя шиза. Хороший вопрос. Начнем с того, что такое для меня вообще шиза. То есть я понимаю, что у нас психология, особенно медицинская психология, у нас целая наука занимается шизофренией. Вообще считается в психологии, что это отклонение от нормы. Но у меня есть немножко иное отношение, конечно, к этой теме. Наши органы восприятия, зрение, слух, обоняние, они ограничены восприятием реальности. И когда человек хотя бы немножко выходит за границу восприятия, то есть начинает видеть или чувствовать то, что непривычно обычному человеку, у нас начинают называть шизофренией. Для меня шизофрения – это когда человек все-таки вышел за границы, но, скорее всего, либо не адаптировал это под реальный мир, ну, каких-то взаимосвязей не нашел. То есть человек как будто в двух реальностях живет. Тогда, конечно, это проблематично. Но, с другой стороны, я думаю, что если человек начал выходить за границы, с другой стороны, это все-таки дар, а не шизофрения. Но, опять же, главное, чтобы человек это как-то связал, чтобы ему же было легче жить, и он понимал, для чего или почему в его жизни это произошло. То есть мнение большинства здесь не учитывается, как считает большинство? Ну, видишь, это можно, конечно, правда проблемой назвать, я не спорю. Опять же, когда человек это не адаптировал, конечно, есть и медицинские причины отклонений, но я обычно, это мой образ мышления, который я, кстати, наработала, сформировала, я обычно смотрю на вещи, что ничего просто так не происходит, у всего есть причина, следствие, все имеет какой-то смысл. То есть если с человеком это произошло, то в этом есть какой-то смысл. И он как-то должен это адаптировать, но по-хорошему. Просто я наслышал ту мысль, что если большинство считает так, значит, это есть адекватное решение, адекватное мнение. Хотя мы все же знаем дяденьку, которого сжигали на костре за то, что он говорил, что Земля круглая в свое время. И кто из них не прав, то есть это очень спорный вопрос. Окей. У психологов, вот если обобщенно рассмотреть, шиза в чем заключается, как она проявляется? Ну, шиза – это медицинское отклонение. Нет, ну это шизофрения. Да, да, да. Я имею в виду сейчас вообще… Ты имеешь в виду что? Сейчас я имею в виду сленг. А, сленг? То есть это что-то такое прикольное? Ну, шиза – это нестандартное восприятие мира, а нестандартное мышление. То есть когда человек точно не в границах привычного мира, большинство людей живет. То есть наше время, конечно, на сленге называется шиза. Но ты знаешь мое мнение, что у нас время такое началось, у нас время технологий, причем не только технологий, у нас время изменений даже каких-то психических внутренних процессов. Я думаю, что человек, который не выходит за границей сегодня, то это уже человек, который отстает от времени. Потому что не расширять у нас сейчас восприятие, сознание, не менять его, это оказаться за бортом времени. Поэтому если раньше это было оскорбление, я считаю, в сегодняшний день… Это плюс. Да, это плюс. Чем больше человек расширяет сознание, нестандартно мыслит, тем более он будет прогрессивным и успешным. Ну а в психологию зачем идут? В психологию? Ну, в психологию обычно, я думаю, что многие психологи со мной согласятся. Конечно, человек идет решать сначала свои какие-то проблемы. Ну и вообще, в принципе, человек профессии просто так не выбирает. То есть у всего есть, как я уже до этого говорила, причина и следствие. Но я в свое время пошла в психологию. У меня в 11 лет умер папа. Для меня отец был всем. То есть он как-то так умудрялся с детства меня воспитывать, что он и мамой, и папой для меня был, и дедушками, и бабушками, вообще всем он занимал такое большое пространство в моей жизни и по времени, и по влиянию на меня, что в 11 лет, когда я его не стала, для меня, если честно, это было очень глубокой травмой. И я, может быть, что странно, для подростка, для ребенка 11-12 лет, ты знаешь, начала читать в это время книжки «Почему существует смерть». Ну, ребенку 11-12 лет, да? Я читаю «Почему существует смерть». То есть, знаешь, мне как-то... Ну, с одной стороны, я, знаешь, погранично ходила по состоянию жертвы, что за что, почему со мной это произошло, каких-то внутренних претензий к папе. И в то же время у меня еще в тот период появилось желание все-таки с этим разобраться. Ну, то есть не просто впасть в состояние жертвы жизни, а понять, почему со мной это произошло, как с этим справиться. И ты знаешь, постепенно я начала изучать литературу данного формата и, в принципе, вообще пытаться познавать, что, почему происходит и что с этим делать. Еще плюс, знаешь, у меня мышление математическое. У меня, кстати, в свое время, когда я заканчивала школу, поступила на психолога, мне вообще удивлялись, почему я пошла в психологи. Потому что математика, геометрия в университете, высшая математика. Для меня была, знаешь, как орешки щелкать. То есть я настолько легко очень сложные формулы в голове соединяла, прорешивала, что мне говорят, ты же математик, куда пошла в психологи? Интересно, знаешь, что вот аналитический ум у меня, наверное, был с рождения. Еще плюс момент такой. С одной стороны, оно вроде как творчество выглядит. Я занималась бисером, украшениями. Я собирала очень сложное ожерелье, украшения. Но для меня даже тогда, знаешь, это было больше как собирание каких-то пазлов, деталей в общую картину. И по сути, по сей день я, наверное, этим же и занимаюсь. То есть для меня психология впоследствии стала именно этим собиранием пазлов. То есть ты собираешь какую-то целостную картинку? Да. Некое исследование? Некое исследование, да, можно так назвать. Я получила классическое психологическое образование. Причем для классического психологического образования очень много чем обучилась. Тоже психологи, если меня слушают, то поймут. Я изучала и гештальт-терапию, и НЛП, и психодраму, телесную терапию, психосоматику. То есть какие направления только существуют в психологии, я изучала. Причем длительные годичные программы. Но, ты знаешь, у меня еще тогда было ощущение, что все-таки тех ответов, которые я получала, мне не хватало немного. То есть ты задавала вопрос, а что дальше? Да, ты знаешь, во-первых, у меня была... Ну, естественно, как мы уже начали с того, что психолог решает сначала свои проблемы. То есть у меня был момент, что я прорабатывала страх к мужчинам. Но я, если честно, очень долго не находила решения. То есть у всех методов я, которые обучалась, пыталась прорабатывать, но страх не уходил. Причем мне не очень понятно было, почему он вообще у меня существует. То есть каких-то таких ситуаций, чтобы меня как-то пугал мужчина или кого-то насилие, у меня с детства не было. Ну и классическая психология, она, наверное, знаешь, больше работает с детскими травмами. Ну, может, уровень бабушки-дедушки, то есть далеко мы не ходим. И первый, знаешь, мой выход произошел именно в классической психологии за рамки – это в метод расстановок. Потому что расстановки ушли дальше бабушек-дедушек. То есть мы начали работать с родом, с родовыми программами, с прошлыми воплощениями. И, если честно, именно через расстановки я впервые накопала свой страх. Ты знаешь, тогда я увидела, что страх был не мой, а, по-моему, моей какой-то прабабушки, шестое или седьмое поколение, которое убил мужчина. Тогда для меня, знаешь, первое откровение было, что наша клетка ДНК хранит в себе память наших предков умерших. И то, что происходило в роду, оно может так сильно влиять на человека. То есть, допустим, раскулачили, убили, лишили денег кого-то из предков. Сейчас кто-то в нынешнем поколении меняет три работы, еще что-то, как бы не пытался зарабатывать. То есть денег все время нет. Потому что программа есть опасная иметь деньги. Ну и очень много таких, знаешь, причин того, что происходит, они все-таки лежат вот так, глубоко могут лежать. Либо в роду, либо в наших прошлых воплощениях. Но все-таки яркое самое проявление ШИЗы у тебя, по-моему, произошло во время студенчества, да? Да, ты знаешь, у меня был интересный момент. Я впервые на тот момент жила еще в Павлодаре. Съездила на тренинг по телесной терапии, тонатотерапия, терапия смертью. В чем смысл этого метода? Это телесная терапия, там ты проживаешь опыт тотального расслабления тела. То есть фактически то, что человек испытывает в момент смерти. И смысл этого метода, то есть прожить тотальное расслабление тела для того, чтобы высвободились какие-то твои внутренние ресурсы. То есть когда ты проживаешь что-то за земление, это метод, его задача активизировать все скрытое. Либо твои ресурсы какие-то, либо переживания недопрожитые, чтобы они допрожились и как блок из тела вышли. Ты знаешь, с одной стороны, я и так очень чувствительная, и тут еще сработало то, что я прошла этот тренинг. Я очень быстро попала в это состояние тотального расслабления. Кто-то добивается этого годами, но у меня получилось с первого же тренинга, причем я знаешь, какой опыт прожила? Я прожила опыт выхода из тела. То есть я помню, что с моим телом работали, либо продолжают расслаблять. И у меня, знаешь, такой образ, как будто на него смотрю сверху, и у меня такая мысль, что вы его трогаете? Ну, все, знаешь, такой кратковременный период был, но я быстро вернулась в тело. Опять же, я этот процесс не контролировала, у меня как-то, знаешь, так произошел выход и обратно-возврат. И ты знаешь, с того момента у меня начался очень интересный период в моей жизни. Я вернулась в Павлодар, в Алмате проходила этот тренинг. Первое, что начало со мной происходить, мне начали сниться сны. Причем мне начали интересные сны сниться. Я помню, что у меня семь ночей подряд снился сон, как сериал, знаешь, как каждая ночь, как каждый сон, каждую ночь, продолжение предыдущего было. Логическая завершенность. И ты знаешь, тогда я во сне прожила какой-то свой определенный путь, видимо, который я проходить еще буду, я не знаю. Я сейчас не вспомню, это было уже почти 12 лет, точные детали этих снов. Но смысл был такой, что я вижу свой переезд более мелкого острова на более крупный. Мне снится мой путь, мои достижения. Я помню, что финал моего пути был «Башни-близнецы», то есть что я прихожу к «Башням-близнецам». Чуть позже произошло… Ты знаешь, я, конечно, как выход из тела это снова не ощущала, но я ощутила, что у меня как будто, знаешь, какая-то иная реальность начала проявляться. В течение двух месяцев я не ходила на учебу, я тогда студенткой уже была. Старалась не выходить на улицу. Почему старалась не выходить на улицу? Ты знаешь, я когда шла по дороге, у меня было чувство, что я иду один метр от земли. Меня, если честно, это пугало. Потому что то, что я начинала видеть, я… Вот о чём я говорю, что когда выхожешь за границу, нужно ещё суметь это связать с реальностью. В течение двух месяцев я не спала практически ночами. То есть единственное, я могла провалиться на 40 минут якобы в сон. И то мне в этот момент шли больше какие-то видения, которые я потом просыпалась и записывала, прорисовывала. То есть я в тот период прорисовала около 200 рисунков. Ты знаешь, не каждый мне из них был понятен, но то, что я точно понимала, что я делаю, как будто существует у меня путь определённый на это воплощение. Есть предназначение, есть даже миссия своеобразная. И для того, чтобы она совершилась, как будто бы в моём бессознателе мне нужно было это заякорить. То есть прожить путь хотя бы на рисунке. Вот такое у меня было ощущение. Я себя, во-первых, с одной стороны как оторванной от реальности чувствовала, а с другой стороны изолированной от физического материального мира. Честно, для меня этот период мне давался очень сложно. Почему очень сложно? Потому что в глазах моих близких я выглядела неадекватно в этот момент. То есть я какие-то вещи из дома повыкидывала. Но для меня тогда это было объяснимо. То есть мама всё время говорит о нас, что с ней происходит. То есть я выкинула, помню, вещи умерших папы, бабушки. То есть вообще умерших людей я вещи из дома выбросила. Ещё какие-то моменты были. Но я помню, что мама с братом, брат говорит, она вообще, говорит, с ума сошла. Говорит, ну как бы уже даже разговоры ходили о том, чтобы меня в психушку сдать. Ну и как ты в себя пришла? Ты знаешь, я в себя пришла тогда, когда я, наверное, прорисовала все свои рисунки. Потому что, знаешь... То есть ты какой-то гештальт закрыла? Да, я закрыла гештальт. Ты знаешь, опять же, все вещи для меня тогда были очень символичны в этих рисунках. Сейчас, спустя 12 лет, я начинаю понимать, знаешь, как расшифровка каких-то моментов, которые я тогда прорисовывала. Мне как будто нужно было выскочить в тот момент в какой-то тонкий мир, за грань, выхватить эту информацию для того, чтобы ее, видимо, со временем проявить в своем физическом материальном теле, чтобы не сбиться. Но сейчас я тебе, знаешь, рассказываю очень легко и просто об этом. На тот момент для меня, если честно, это было очень сложно. Почему очень сложно? Потому что много того, что я ощущала, оно из реального мира точно вышибало. Но у меня были и моменты страхов, и моменты того, что как я буду с этим жить. Потому что, я же говорю, я выходила на улицу, и у меня страшно было идти по улице. Это были такие, знаешь, первые звоночки, да? Потом ты начала ходить за грань реальности, за грань тонкого мира часто. Что делаешь по сей день? И вопрос такой, с чего начался твой эзотерический период? Ты знаешь, мое предназначение, это, наверное, все-таки целый путь. То есть это не сегодняшний день. То, что я сейчас сделаю, это однозначно мой путь, однозначно мое предназначение. И я знаю, что я еще буду раскрываться и раскрываться. То есть то, к чему я пришла, это уже серьезные наработки. Но я понимаю, что это еще далеко не все то, что должно раскрыться. За грань я с того момента и начала ходить юр. Ну, во-первых, у меня как? Слава Богу, что меня отпустило. То есть я вроде бы вернулась в реальный мир. То есть у меня ушли вот эти видения, картинки. Слава Богу, я тогда выдохнула. Ты знаешь, даже спустя какое-то время я это вспоминала как сон. Я не знаю, были моменты радости, немножко огорчения. Потому что, ты знаешь, это как наркотик, наверное. Когда попробуешь эти хождения за границу, потом уже их не хватает. То есть находишься в обычном стандартном мире, и он уже становится пресным. Ну да. Да, поэтому с одной стороны успокоение, с другой стороны потребность все-таки продолжать туда ходить, она оставалась. Я переехала в Алмату. То есть я продолжила дальше свое обучение. Ну и, наверное, первый такой для меня выход, я уже, кстати, о нем немножко поговорила после того периода, это было, когда я ушла в расстановки. Когда я ушла в расстановки, когда я обучилась классическим методам психологии, очень многими, я не чувствовала весь объем мироздания, что ли, в этих методах. Что все дальше, глубже. Первый, я уже тебе сказала, мой выход был, это были расстановки. После расстановок я пошла чуть дальше. И тогда, ты знаешь, я столкнулась с методикой Таро, но не классической Таро. Я, видишь, все методы эти, даже потихоньку рассказываю, что я их из классических методов все равно на какой-то другой уровень восприятия переводила. Для меня система Таро приобрела инструмент целостности, эволюции, развития человека. То есть 22 старших аркана Таро, то есть 22 старших арканах Таро заложена система целостности, развития человека. То есть это 22 качества состояния или урока, которые нужны человеку для состояния целостности. Ну или для состояния творца, как эзотерики говорят, что единственная цель нашего развития – это выйти на уровень творца-создателя. Это и есть основные 22 урока или 22 качества, которые мы развиваем для этой целостности. Так я постепенно перешла в систему Таро. Дальше события я раскладывала именно через эту призму. То есть какой урок и какое развитие оно тебе принесло. Кармические вопросы, если кому интересно, вопрос, как работа идёт с кармами, закрывается только так. Карма – это неправильный усвоенный урок из ситуации, события, которое с нами произошло. Неважно, в роду, с нами, в нашем прошлом воплощении. Сцелить карму – это вернуться снова к этому событию и правильно осознать урок. Через это я чуть позже пришла к системе нумерологической, которой я занимаюсь. То есть система расшифровки, она как раз-таки строится на 22 старших арканах Таро. Вот тогда-то я наконец-то и пришла к корневым вещам, которые я искала. Матрица уникальна тем, что она показывает основные корневые моменты человека. То есть там, если это родовые программы, то виден какой-то корень. То есть основные, неусвоенные, нерешённые задачи рода. Основные нерешённые задачи человеком в прошлых воплощениях. И ты знаешь, когда рисуешь матрицу, видно, что их всего 2-3. Даже когда человек спрашивает, а мой ключ к деньгам или к личной жизни, или к предназначению, или к здоровью. А всё там. К счастью, что ответ практически всего лишь один. Представь, на все сферы ответ один. Ну и вообще я человек, который всё-таки стремится находить очень быстрые, глубокие, эффективные методики. Аня, я знаю, что в одно время ты упорно стирала границы между добром и злом. Зачем ты это делал и как? Вот ты хорошо задал вопрос стирать границы добра и зла. Ты знаешь, я, наверное, около двух лет своей жизни посвятила тому, чтобы нарабатывать новое мышление. Ты знаешь, я любую ситуацию, которая с точки зрения стандартного человека считается злом, негативом, какие-то негативные очень фигуры. Ну опять же, стандартное восприятие негативное. Я начала каждую эту ситуацию, каждую фигуру рассматривать с позиции. А что же он несёт на самом деле? Почему свыше это допускают? Ну опять же, у меня есть просто одно из моих убеждений, что если это не угодно высшим силам или законам мироздания, ситуация не произойдёт, то есть её ограничат. Если она происходит, то она происходит для чего-то. И я очень долгое время пыталась любую ситуацию переводить на другой уровень, видя более глубокий смысл. Допустим, даже тема предательства. Для меня тема предательства, когда человек проживает предательство, когда, возможно, ему не хватает либо опоры на собственные силы, либо он слишком привязан к другим. То есть это путь собственного какого-то становления, опоры на себя, раскрытие своих ресурсов. Предательство обычно приходит в жизнь тех людей, кому не хватает опоры, кто должен её выработать. Ну и опять же, вроде такие сложные ситуации, но они могут нести такой позитивный смысл. Для меня очень яркий пример – это Гитлер. И в своё время, когда я начала анализировать и собирать информацию про Гитлера, немножко с другой стороны заглядывать, ты знаешь, для меня было неожиданное откровение, которое я увидела во всём. Сейчас у нас очень сильная смена энергии, вибраций, перехода на другой уровень. Ну вообще в людях, в человечестве. И ты знаешь, эта фигура, наверное, была своеобразной подготовкой к этому периоду. То есть что сделал Гитлер? Он на самом деле сотряс миллионы человеческих сердец. Очень многие чёрствые, холодные, равнодушные сердца просто, видя того, что происходило, начали размягчаться. То есть знаешь, как льдинки такие начали выпадать из сердец. То есть время размягчать и раскрывать любовь у людей друг к другу. Тем более, опять же, сострадание, любовь, да. Потому что даже если говорить о замысле, мы идём к состоянию Творца, Создателя. Это состояние любви. Однажды ты мне сказала, что для гармонии очень важно соединить дуальное. Что ты имела в виду? Ты знаешь, к этому осознанию я пришла через матрицу, которую я рисую по дате рождения. Потому что она тоже своеобразный для меня учитель. Когда я вижу задачи человека, у меня начались, знаешь, определённые пазлы складываться. У многих женщин в матрице задачи раскрытия каких-то мужских энергий, мужских целей, власти, силы, статусов, достижений. У многих мужчин задачи раскрытия женских энергий, чувственности, интуиции. Причём, ты знаешь, я смотрела карты людей на эпоху немножко пораньше. Таких не было. Таких не было, да. Я специально исследовала и детей. Я исследовала 90-х, после рождённых 90-го, 2000-го года. Там тоже совершенно уникальные цифры появляются. Причём интересно, что наше поколение большее. Это, наверное, начиная с 80-х, 70-е, 80-е стоит задача целостности. То есть, несмотря на то, что ты мужчина, у тебя задача развить мужские и женские качества. Несмотря на то, что я женщина, у меня точно так же стоит задача развития мужских и женских качеств. Интересно, что следующей эпохой, после 2000-го, 90-х, приходят дети, у которых стоят задачи развития духовных паранормальных способностей. И что удивительно, практически у каждого второго человека такие цифры в карте. Вот так вот сменяется эпоха и сменяются задачи. И поэтому я, несмотря на то, что я психолог, изучала классическую психологию, я понимаю, что методы, где женщину просто быть женщиной, не работают. Потому что у нас эпоха целостности, которая ещё и следующим скачком нас введёт в выход за границы восприятия. То есть, другими словами, когда женщину на тренингах учат быть кошечкой, то её учат фактически каким-то прошлым знанием, да? То есть, несовременному, несовременной реальности. Ты знаешь, не совсем. Почему не совсем? Потому что, если в ней много мужского для баланса, может, ей не хватает женской части. Но у меня были и такие моменты, что очень женственная женщина, и у неё проблемы в жизни только потому, что она женственная. Ну, странно звучит, конечно, но именно поэтому. То есть, у неё, допустим, в денежном канале или в предназначении стоит задача прийти к силе к власти. У меня даже был пример такой, ну, без имён, но я пример просто расскажу из жизни. Девушка очень приятной внешности, очень нежная, хрупкая. В силу обстоятельств она лишается своего мужчины, он от неё уходит. Ну, и как по её рассказам, он очень заботился о ней, обеспечивал, вплоть до того, что он мог её на руках в магазин отнести. Ну, настолько она вызывала чувства. И происходит расставание с этим мужчиной. А, кстати, её матрица – сплошные мужские энергии по задачам. И она говорит, в силу того, что так сложилось, я была вынуждена учиться самостоятельно чего-то достигать. И мне, говорит, как специально начали давать, наоборот, слабых мужчин. Ну, то есть, как будто бы у меня включилось время, что мне нужно научиться силе, опоре на себя, самой зарабатывать, каким-то сильным мужским качеством. И самое интересное, что когда она этому научилась, тот мужчина, которого она очень сильно любила, ну, я не буду говорить подробности, как их развела жизнь, но факт в том, что ей как будто свыше снова вернули этого мужчину. Сейчас она тоже работает с людьми, но на тот момент, опять же, анализируя её матрицу, поняла, что то, чем она занимается, она бы не выполнила, не наработав силу характера. Ну, то есть, её задача тоже – ломать стереотипы, работать с людьми, выходить за грани, будь она такой нежной и мягкой, точно какие-то выходы за границу она бы не принесла. Ну, и опять же, очень многих людей задача именно внутренней целостности. Это те же 22 урока, о которых я говорила. Там есть и мужские, и женские энергии. То есть нам для эволюции души и развития нужны и те, и те качества. Поэтому, по сути, сейчас человек может быть успешным, если он себе разрешил и то, и другое. То есть, с одной стороны, кажется, что куда мы катимся, в век технологий, да, женщины все у нас стоят у власти, сильные. В штанах. В штанах, да, мужчины женоподобные, ещё и у нас перекос нетрадиционной ориентации повсеместно. Опять же, сначала я думала тоже, что что-то здесь не так. Ну, пытаясь как психолог искать какие-то травмы. Травмы, конечно, есть, но это… Не объясняет причину. Это не объясняет. Это как будто специально, знаешь, произошла травма, или специально мы выбрали такую семью и род, где этот перекос произойдёт. Вот только потому, что нам не хватает именно доработать эти качества и состояния для целостности. Поэтому мы специально приходим в тот род, где нас вот так исказят. У нас реально очень сильная смена эпох, перемена каких-то законов и того, что влияет на человека. Даже, знаешь, я недавно такую информацию прочитала в интернете, опять же, не знаю, насколько это правда, но что у нас в атоме водорода появился новый электрон. Да, то есть даже на уровне физиологии идёт перестройка. Естественно, мы на 90-80% состоим из воды. То есть у нас уже даже структура тела начинает меняться. То есть у нас это не только психически, но и физиологически идут перестройки. Реально как будто человечество входит в эпоху, где будут действовать новые какие-то законы. И опять же, если мы не идём в ногу со временем, не готовы ломать какие-то свои стереотипы и выходить за шаблоны, к сожалению, это да, выбросить за борт человека. То есть если мы не включаем свою ШИЗУ, мы за бортом. Да. Понятно. Ты ведёшь трансформационные игры. Чем это может быть полезно человеку, а если сузить категорию людей, то бизнесмену? Ну, уникальность трансформационных игр вообще в принципе – это возможность прожить мини-модель своей реальной жизни за 4 часа и возможность увидеть себя со стороны. Ну, то есть свои стратегии, выигрышные, проигрышные, потому что иногда мы живём, мы же со стороны себя не анализируем, не видим и не всегда понимаем, что мы делаем не так. То есть это возможность посмотреть себя со стороны. Если говорить о бизнесменах, то это точно так же. Ну, во-первых, есть в моём арсенале одна из игр – это денежная игра. Денежная игра, она помогает человеку увидеть. Денежные ограничения, блоки твои собственные. То есть как минимум может влиять твои собственные блоки ограничения на деньги, на приход денег. То есть мы перерабатываем установки. Мы перерабатываем установки. Или есть интересная игра тоже в моём арсенале «Империя магов». У неё необычное название, но она, кстати, очень может подойти для бизнеса. Это игра зеркала. То есть где 7-8 человек, ну хотя в «Империи магов» можно и больше играть, человек проживает своё полное взаимодействие с людьми. И ты сразу же видишь, допустим, что у тебя человек стоит в подчинённой позиции, а у него все энергии власти и лидера. Либо, наоборот, он не умеет строить отношения с людьми или правильно себя показывает. То есть ты получаешь возможность через игру просто посмотреть свою команду, себя. Может, у тебя, правда, расстановка кадров неверная. То есть у одного в одном сильная сторона, у другого в другом. Либо то, чего не хватает. Вопрос мотивации выявляется. Вопрос сильных сторон. И за 4 часа в трансформационной игре ты можешь это всё увидеть. Аня, сейчас ты находишься в новом физиологическом состоянии. Ты беременна. Каково тебе находиться в нём? Ты знаешь, это моя первая беременность. Мне необычно в этом состоянии находиться. Ну как физиологически, так и психически. Ну интересно, знаешь, что может быть это тоже как выход за рамки для многих родителей, мамочек. Знаешь, я с беременностью начала ощущать, что задача ребёнка – это раскрыть суть и уникальность родителей. Знаешь, такое ощущение, что как будто это наше ядро. Но если говорить на духовном уровне, я вообще роли ребёнка начала понимать. Опять же, я всё время, любой процесс, который я проживаю, я его чувствую чуть за гранью, чуть дальше. То есть опять же, что это такое? Ребёнок несёт раскрытие сути и уникальности своим родителям. И самое интересное, знаешь, что как несёт? Ну, во-первых, события вроде бы складываются. С другой стороны, какие-то предпосылки появляются. Мамочки, может быть, многие чувствуют, что именно в этот момент им актуально найти себя или вопрос предназначения решить. Но ты собираешься что-то новое найти? Ты знаешь, в моём случае я подошла вот к этим башням-близнецам, о которых я говорила. Ты знаешь, я через это начала раскрывать тему парного-дуального пути. Про что, по сути, по моим знаком, когда-то и была моя цель. Понятно. И самое интересное тоже, как бы многим будет понятно, если вы хотите раскрыть дороги своему ребёнку, чтобы он был благополучным, выполняйте, пожалуйста, задачи, которые несёт вам ваш ребёнок. Ребёнок всегда приходит в роли учителя, а не наоборот. Если мы принимаем ребёнка в роли учителя, принимаем с благодарностью, то развитие, которое он нас толкает, мы ему открываем дороги. Если мы в протесте, то потом в будущем ребёнку очень сложно будет найти себя и своё предназначение. То есть, по сути, мы его самое первое предназначение через это, как родители, не приняли, если задавили. Ну, то есть потом ребёнку сложно себя искать. Ну, то есть тоже такое нестандартное и интересное восприятие беременности, детско-родительских отношений. У меня в гостях была Анна Горюнова. Она считает, что человеку в современных реалиях просто необходимо ходить за границей привычного, потому что человечество не стоит на месте, и каждая эпоха предполагает свои задачи и выход на новый уровень. С вами был Юрий Толочко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин